Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел прямой эфир с жителями региона в эфире сразу двух радиостанций Национального и Таванрадио. Онлайн-видеотрансляция велась и в социальных сетях. Информацию обобщил Рифат Фадкулин. Злободневные вопросы, насущные проблемы. Главу республики спрашивали о ремонте дорог и дворов, строительстве детских садов и школ. Не менее актуален и вопрос про ипотеку для молодых специалистов. Кроме радиослушателей Михаилу Игнатьеву обращались и читатели газет «Хапар» и «Советская Чувашия». В Чебоксарах реформа прошла, уже люди пересели с маршруток в городские большие автобусы. И она спрашивает, когда такой вместительный транспорт будет ходить между столицей и Новочебоксарском. Говорит, что сейчас там в час пик невозможно проехаться, вернее не всегда справляются с нагрузкой автобусы, да и комфортных никакой. Первые шаги, то, что мы сделали, не говорят о чем, меньше стало дорожных транспортных происшествий. На остановках и в городе при движении общественного транспорта стало больше порядка, это правда. Касаясь теперь пассажиропотоков, в данном случае Чебоксары-Новочебоксары, Новочебоксары-Чебоксары, Конечно, надо будет сейчас провести с учетом еще заданного вопроса хронометраж. Какие часы пик, соответственно, на самом деле не хватает там автобусов. Автобусов достаточно приобретено и в городе Чебоксары, и Новочебоксарске. И решения управленческого характера должны быть приняты, соответственно. Максимально то, что нужно на сегодняшний день разрешить, мы разрешаем. За полтора часа Михаил Игнатьев ответил на 25 вопросов. Запись прямой линии можно посмотреть на сайте нашей телерадиокомпании. Все обращения, даже если они не прозвучали в эфире, переданы в правительство республики. Глава республики заверила, что они не останутся без внимания. Рифат Фадкулин, Республика.